Песня 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 Итак, посмотрите, друзья, у нас на площадке прошлого года таких артистов много не было. Похоже, через год у нас груднички запоют. Замечательное выступление. Поаплодируем им еще раз, нашим ребятам. Их у нас много в этом году. И это разлет. Ну что ж, вечно молодая славяночка. Приглашаем наших юбиляров на сцену. Песня 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 Наши дары. Давайте, давайте, просто дурим. Вот, отлично. Видите, люди какие подготовленные оказались. И после этого мы вас благодарим. Спасибо, хозяин, на добром слове. Спасибо, хозяин, на красном я ищу. Дай вам Бог, есть и корот. Только раз на быков. Они в кое-то пойдут, за бомбы кипают. Они искренне поют, за поигрывают. Дай вам Бог, вам больше пожить, да побольше нажить. Спасибо. Мы по медведице ходили и так отлично нас принимали в некоторых дворах. Ребята были очень довольны. Ну, спасибо вам. Давайте еще раз похлопаем. Кто-то уже второй год приходит. Очень приятно, что все помнят. Но на первый выгон скота самая главная фигура. Как вы думаете, какая? Правильно, пастух. Конечно, он центральная фигура всего обряда. Ему тоже всяческие почести, всяческие дары преподносились, потому что он весь сезон охранял, оберегал всю нашу скотину. А она жизненно важна для нас. Так что мы сейчас приглашаем наших дорогих пастухов, умелых, которые за неделю, даже меньше, смогли каждый сделать себе настоящий Тверской рожок. Ученики Евгения Козенкова, просим на сцену. КОНЕЦ 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 Вот таких пастухов мы за эту неделю вырастили в Тверском районе. Они собственноручно собрали с нашей помощью, с Пашей, вот такой вот замечательный рожок. Это пастуший инструмент, который бытовал издревле на территории Тверской области, и им пользовались пастухи вашего района и... Тверской области! Области! Тверской области! И такие пастухи очень ценились вообще не только в Тверской области, но и также в Московской, Младенской, Нерехских и других областях, тем, что они владели вот таким инструментом. И только вчера наши ученики смогли издать свои первые звуки на этом рожке, то есть мы в течение недели их изготавливали. И вчера каждый для себя выучил по одному первому своему закликанию. То есть вот то, что вы сейчас услышали, это сигнальные рисунки, которые предназначены для закликания скота. То есть, например, когда корова отстала от стада, и, например, за холмом заболелудилась, как она найдет стада. Она слышит пастуха, не играет, она и к нему идет. Или, например, когда стада большие, и требуется, например, не один пастух, а несколько пастухов, чтобы они обходили. Для координации действий между пастухами тоже применяются сигнальные рожки. Такой вот уникальный инструмент, который был в вашей области, в Тверской области, широко использовался, потому что он очень громкий и передает сигналы на очень большие расстояния. Поэтому вот уже второй год мы учимся создавать тверские рожки на территории Тверской области из тех материалов, которые произрастают на этой земле. И вот то, что у нас получается. А сейчас я хочу пригласить на сцену тех, кто уже имеет годовалый опыт и кто уже год назад сделал свой первый рожок и за год научился немного на нем играть. А сейчас мы аплодируем тех, кто за неделю смог. Собственно, одна ручка сдавает свой первый девушкой рожок и научился на нем издавать первые звуки. Это очень, очень было сложно, но мы это и сделали. Поэтому спасибо вам, поздравляю вас. А сейчас вызываем на сцену опытных ребят. Евгений абсолютно правильно сказал. Инструмент очень сложный. Он все время затыкается. Его сложно подстроить друг к другу. Там играются зубами. Все время вот так. Все время нужно искать, как на скрипке на самом деле. Вот наравне со скрипкой, а может даже сложно на нем играть. И ребята, герои самые настоящие, которые сделали себе рожок и которые учатся на нем играть. Хотя вот посмотрите, вот сколько здесь человек на сцене, да? А традиционно, этнографических записей, фотографий я видел только два рожка. Два-три рожка играют вместе. По свидетельствам, три-четыре могли собираться вместе. Все, что больше, это очень сложно состроить. Но наши герои из славяночки, из других коллективов и просто обычные люди, они на это готовы, потому что они хотят, хотят возродить традицию игры на Тверском рожке. Давайте мы им поаплодируем. Мы сейчас вам сыграем традиционную песню, которая звучала в окружающих деревнях на рожках. А им девушки подпевали. Последний доченький день учат, гуляю с вами я, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Граждане и грецы выходим садимся сюда Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сначала для вас звучит Камаринского, она же Камаринская, она же Симфетюриха, Вахтетюриха и так далее. Камаринская, она же Симфетюриха 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 и так далее. Завидочка. 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 mazю. Завидочка. 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 Это я ещё думаю. Завидочка. Для вас они сыграют старинную псковскую группу под названием «Половинка» Новоржевка. Это у нас утка. Моя мальчишка кулиган, да банька делает нога. 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 Моя мальчишка кулиган. Моя мальчишка кулиган, да банька делает нога. Моя мальчишка кулиган, да банька делает нога.